А вы сегодня пророк. На экране сегодня пророк. Да ерунда всё это. Застрелят меня там или закроют передачу. Через полгода никто помнит не будет. Знаешь что, у меня есть предложение. Я бы начал передачу с кусочка названия Константиновича Черненко «Прощание». Я недавно её посмотрел. Вот просто люди, которые сейчас вообще живут, даже те, которые тогда жили, они уже не помнят, как это выглядело. Там полтора часа, приблизительно с пяти камер показывается вся эта система, как его хоронили. И Игорь Леонидович, мой любимый Кириллов, рассказывает за унывным голосом, как мантры, так и читает, какой Константинович Сарцева Небесная был замечательный человек. Дробь с телом Константина Устиновича Черненко устанавливается на артиллерийский лафет. Траурный кортеж направляется на Красную площадь. Погребение. Прощальным салютом гремят орудийные залпы. На пять минут остановились заводы и фабрики. Прекращена работа организации учреждений. По всей нашей стране раздаются сейчас губки промышленных предприятий, тепловозов, литровозов, морских и речных судов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну это реально бьет по голове. Я даже подумал, когда будут какие-то лекции читать, я теперь буду с этого начинать. Прошу погрузить людей в атмосферу. Вообще поняли. В какой ситуации выходила программа «Взгляд». Но в самом деле это, наверное, для молодой аудитории Ютьюба вообще лучший способ объяснить, почему это была революция такая. Программа «Взгляд», я это помню. Это прямо вот как такое было еще только со Штирлицем, когда вот пустили улицы. То есть вот люди все смотрели. Это же эпоха другая, когда все запрещено, когда люди включают воду в кране, когда рассказывают политические анекдоты на кухне, чтобы их не слышало КГБ. Вот в этой атмосфере вдруг по телевизору начинается какой-то... Люди не самые, может быть, профессиональные, но они говорят то, о чем все хотят слышать. Константин Устинович Черненко, прощание и программа «Взгляд». Я нахожусь на нашей профессиональной кухне. Здесь вот эти люди со следами прошлогоднего сна на лице, те, кто делает программу. Мы только недавно свободно заговорили о чем-то. И свободно, вернее, о том, о чем мы хотим говорить. И, в принципе, мы заговорили так, что не боимся об этом говорить. Мы уже не боимся собираться просто на кухне. Вернее, не просто на кухне, открывая экраны, чтобы КГБ не слушало. Мало того, эти мысли звучат и по телевидению. Сейчас в этом отношении мы раскрепотестились, но не более. Представить, что прошло 25 лет, четверть века. Я, знаете, вся меряю четверть века. Предположим, был 900-й год и 925-й. Но с тех пор прошла вечность. И вот когда ты думаешь, что с момента такова никогда возник взгляд. А когда убили Влада, прошло 25 лет, но мне останутся не по себе. Потому что, наверное, люди, знаете, как в старой шутке «Девочка, девочка, 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 бабушка умерла». Люди, видимо, себя обнаруживают уже не юношами и девушками довольно поздно. Когда, в общем, в принципе, проходит очень значительная часть века. Расскажите, как вы попали во «Взгляд». Помните? Да, я помню, что мы сидели в компании с Женей Додалевым и разными другими людьми. В этой компании был Саш Любимов. И только что вышел «Взгляд», и все обсуждали, естественно, «Взгляд». А я говорил, ну, программа любопытная, конечно, но какая-то такая вся в раскоряку сделанная, нестильная. И он говорит, что нестильная? Так давай через две недели приходи, вот будет наша неделя, и давай делай. Он говорит, да, пожалуй, нет проблем. Я подумал, что это, в общем, фактически такое пьяное предложение. Ну, мне через неделю позвонили, сказали, давай. Ну вот. Ну, то есть у вас вначале не было ощущения, что это по форме очень круто что-то сделано? А это по форме не было круто с самого начала вообще никак. Это было по наглости задумки и по драйву, это было круто. А по форме это было долго выстраивалось. По форме это, в общем, было довольно винегретно. Хотя вообще российская культура склонна к оливье и винегрету. Да, но иногда правильные соусы все-таки это гомогенизирует эту смесь. Величие взгляда было в том, что в самый нужный момент высшей точки телевидения вышел с контентом, отвечавшим 80% населения страны на те их хотелки внутренние, которые большинство из них даже было не в состоянии проартикулировать. То есть тебе показывали все то, что ты боялся когда-либо увидеть. Это время было такое или люди там собрались? Это совпадение времени и людей. Знаете, конкретные люди, попавшие в не то время, они стреляют. А очень точное время, которое не получило нужных людей, тоже не имеет своего воплощения. Она тебя беспокоила ночью? Ну да, то на уходы, что живот лижет. Жарко сейчас, я раздеваюсь, одеяло. За коленку укусила под утро. Владислав Первич, вот вы в 87-м году попали во «Взгляд», и, как сами говорили в интервью, там произошло ваше рождение как журналист. Ну, это был второй университет, потому что на самом деле в программе «Взгляд» не пригодилось почти ничего из того, чего меня пять лет учили при четырех генеральных секретарях. Там заново пришлось учиться тому, чтобы делать журналистику, как потом оказалось такую, как надо, а не такую, какой нам преподавали. А в чем была главная отличие? Главное то, что сразу были сняты барьеры, которые мы усвоили как студенты, закончившие в 85-м году. Все, барьеров нет. Барьеров нет. Есть зритель, учитывая которого нас не учили. Есть зритель. На него направлено всякое наше усилие. И человеческое, и профессиональное. Работайте с ним, работайте с тем, что ему интересно. Ему, ей, там, по ту сторону экрана. Это во «Взгляде» началось. Программа «Взгляд» тогда была суперреволюционной для того телевидения. Вот сегодня на телеканале «Культура», где вы работаете, какая по этой аналогии должна выйти программа, чтобы она была как «Взгляд» в то время? Вот такой же эффект произвела. Вот что должно сегодня выйти на «Культуре», чтобы вы сказали, это же как «Взгляд» в 87-м году. Ну, во-первых, на «Культуре» до сих пор делается масса программ, вслед за массой других программ на других каналах, которые родились благодаря тому, что в свое время существовал «Взгляд». Это да. Но согласитесь, канал «Культура» сегодня, ну, не революционный канал. Это просто, ну, там есть хорошие программы, есть разные. Когда вот там случится революция, на канале «Культура» она случится тоже, уверяю вас. Итак, сегодня день милиции. Престиж милицейского мундира за последние десятилетия заметно упал. Отчасти это следствие кабинетных игр. Милиция часто становится проводником непродуманных решений. Во время неординарных ситуаций перепуганные сановники спешно поднимают на ноги милиционеров, тем самым сталкивая народ с теми, кто должен его защищать. У нас в прессе стало появляться, к сожалению, часто слово «мельтон», легавый по отношению к работнику милиции. Ведь это же очень имеет большие и самые негативные последствия. От этого настроения не повышается наших людей, которые… Это тоже советские люди, которые работают в милиции. Сейчас многие журналисты сделали фильмы о Владе Листьеве. Возможно, наш фильм будет не первым из тех, что вы увидите. Но два всегда лучше, чем один. Это как с виски. Именно двойная выдержка придает ему особый мягкий вкус, делает его неповторимым. В этом восьмилетнем дёрте смешивается лучшее от двух культур. Виски, сделанные в Шотландии, и ромовые бочки, привезённые с Карибских островов для создания особенного послевкусия. Ведь две культуры лучше, чем одна. Мы, журналисты, конечно, конкуренты. Но это тот случай, когда лучше посмотреть все фильмы про Влада Листьева. Ведь он этого достоин. Ссылки в описании профиля. Субтитры создавал DimaTorzok в области страны, то, что никто не ожидал. И мы, конечно, тоже, что страна возмутилась, что нас убрали. Вы же понимали, работая над программой, куда дальше ходить уже не надо? Нет, такого не было. Была же цензура очевидная. Нет, это торг. Вот как? Опиши ситуацию. Очень просто. Есть Тройка. Есть Лысенко. Мудрый. Над ним мудрейший. Сагалаев. Над ними зампред гостей радио. Вообще мега-мудрейший. Потом еще фараоны, фараоны. Уже совсем великие люди. И любое решение о том, чтобы что-то показать или нет, оно проходит по этой вертикали. И на каждом шаге жесткость того, что нами содеяна, оно как бы этими людьми в передаче смягчается. Это как такая череда подушек. То есть удар наносится, через 30 подушек он уже такой еле-еле. Вот так это работало. Потому что никто точно не знал этих границ. Все понимали, что надо менять что-то. И так оно и проходило в эфир. Да, очень важно. Программа выходила все время в прямом эфире. Дважды. На Дальний Восток. Потому что это так важно. Все должно быть спонтанно. Невозможно. Поэтому гость приезжал два раза на эфир. Днем и вечером. И, соответственно, днем он не говорил всего, что он хочет сказать. Так вот случилось, когда Марк Анатольевич Захаров, то, что ему небесное, сказал, что надо захоронить Ленина. Это была программа в 89-м году, в апреле, как на годовщину Ленина. Днем в эфире на Дальний Восток. Естественно, он был тихим мышом. Ну, что там? А вот европейская часть, это совсем другой разговор уже. Там как раз он сказал, это вызвало дикий скандал. И что вот вас не за этой по шапке... Это был один из очень таких критических моментов. в нашей истории. Нас регулярно закрывали, но потом приоткрывали. Пока окончательно закрыли уже в декабре 90-го. Я помню, в понедельник, в следующей неделе, был пленум ЦК КПСС. А это, ну как, это как сейчас? Да сейчас такого даже нет. Ну, собрались все. Ну, это госсовет. Будет скоро. Ну, типа госсовет. Вот, будет, будет, да. И тогда газета «Правда» публиковала в сокращенном виде выступление всех ключевых руководителей. Таджикистан, там, Узбекистан. Все-все-все. Ну, так вот, в третье выступление упоминалась программа «Взгляд». Ну, типа, какие-то подонки могли себе это позволить. «Ленин», «Святое». Как вы понимали, где эта двойная сплошная? Ну, другая атмосфера. То есть тогда в стране вообще, и в руководстве страны, в элите, как сейчас модно говорить, все равно было понимание, что страна в тупике. В духовном, там, нравственном, экономическом. Ну, по-всякому. И, в общем, наверное, никто не знал, как из него выйти до конца. И легко сейчас во всем винить Михаила Сергеевича Горбачева. Потому что люди с радостью на него навешивают все, не понимая вообще, что реально произошло со страной, которая оказалась просто в тупике. И это та атмосфера, где на всех уровнях власти шло вот это обсуждение. А что делать? Что менять? Ну, все равно трудно привыкать к общению с лидером государства, не по стойке, с мирной. В этом я лишний раз убедился, когда сегодня днем мы выходили в эфир на Дальний Восток. Да. Здравствуйте. Ну, прежде всего, я хотел бы принести извинения за то, что, может быть, и не вовремя мой звонок раздался. Все-таки я представляю себе о том, что идет передача в прямом эфире. Хотелось бы поговорить непосредственно, причем в ближайшее время. Тем более, что я уже здесь. Михаил Грушевский, московский артист пародийного жанра. Вообще, взглядовцы были родоначальниками многих новых телевизионных жанров. Ну, например, сюжет про то, что Саддам Хусейн – это внебрачный сын Сталина, но это же чистое мукъементери. А вот одно из первых появлений Михаила Задорнова на русском телевидении. Это выражение станет крылатым и останется в эфире на 30 лет. Итак, воздуху в грудь. Потому что плакат такой, три месяца провисел. КПСС – верный помощник партии. А вот, кстати, пример первого русского реалити-шоу. Вместе с программой «Взгляд» весь Петербург следит за молодоженами, которые поселились в витрине мебельного магазина и по условиям контракта должны прожить там целый месяц. Главный приз – джакузи. Последние недели Санкт-Петербург был занят одним – подглядыванием. Заниматься любовью тут у стекла мы право не имеем. Так что все, кто собирается здесь ночью, в первую ночь особенно, просто толпа стояла. Я разочарована. На блядство не хочу глядеть. Программа «Взгляд» до того популярна, что митинг в ее поддержку был одним из самых многочисленных в современной российской истории. 22 февраля 91-го года под лозунгом «Закрытый взгляд под открытым небом» вышло более полумиллиона человек. Я поздравляю вас с наступлением и укреплением дорастающей демократии в России. У вас последний шанс идти вместе с народом. Последний шанс. Последний шанс. Мы рады встретиться с вами через 253 дня, прошедших нашей борьбы за программу и три дня нашей борьбы за «Белый дом». И я рад представить своих боевых товарищей в этой борьбе Александра Любимова и Александра Политковского. Если вы меня не забыли, меня зовут Владислав Листик. И мы поздравляем всех нас с нашей общей победой, с победой над страхом, с победой над мракобесием и с победой над хунтой. 12 часов. Закрытое заседание Моссовета. Депутаты по просьбе Ельцина уводят людей к Белому дому, где через час начнется экстренное заседание Президиума Верховного Совета. Оглашен призыв к всероссийской стачке и уже через три часа ее начнет Кузбасс. Забастует Кировский завод в Ленинграде. Сегодня праздник. Преображение Господня. Всех вас и поздравляю с праздником. А как я сам монах, поэтому я в политику не лезу. Насколько монашица выше, как небо выше земли, Насколько монашица выше всех этих страстей. Хороший праздник сегодня. Что заслужили. Вы с Владом Листьевым познакомились при очень необычных обстоятельствах. Вы пришли как герой в программу и, собственно, остались там навсегда, если так можно сказать. Да, вы знаете, я пришел буквально, чтобы сказать в эфире несколько слов. Были митинги демократических сил в поддержку программы «Взгляд». И тогда я был совсем, конечно, молодой, но я был уже членом Координационного совета движения «Демократическая Россия». Это вот те митинги первой волны, которые, в общем, завоевали свободу слова. И когда мы «Взгляд» поддерживали, пригласили меня в студию, я там познакомился с Владом. Он был первый среди тех, кто душой поддерживал какие-то демократические изменения максимально. И, вы знаете, вот мы так вот с ним пообщались в эфире буквально несколько секунд, а потом полтора часа за кадром. Хочу вам сказать, что тогда, конечно, Влад был большой звездой, но он вообще был по природе человек достаточно простой в общении. И ему самому было интересно, как так получилось и как так произошло, что 800 тысяч человек пришли на Манежную площадь поддержать, по сути дела, их. Вот. И вот началось с этого. Это общее состояние страны воодушевления. Мы здесь сейчас, мы что-то делаем, у нас что-то получается, мы можем, у нас есть будущее. Это вообще в воздухе висело. У тех, кто делал, я не говорю про ту часть населения, для которой это была катастрофа, ужас, нищета и все прочее. Я сейчас говорю про ту среду обитания, в которой оказалась я. Это было время возможностей, безусловно. Это даже не имеет отношения к материальной стороне, да, это имеет отношение к экоэффициенту полезного действия. Ты просыпаешься, ты чего-то хочешь, ты что-то делаешь, и у тебя, ты видишь этот результат. Вот это было время таких возможностей. Это, безусловная радость на районе. Правда же? Правда. Вторая радость, мы были бодры и молоды. Радость, радость. Ну это вот, знаешь, как у Герцена было и думы, он увязывал вот личное счастье со сменой общественного политического строя. Я все равно из тех людей, кто всегда чем-нибудь недоволен. Всегда. И если, наверное, меня тогда схватить где-то за шиверт и спросить, ну как ты? Я скажу, ну так, скорчу рожицу. Я сейчас понимаю, что это было время радости. Это тоже очень же, знаете, что именем не храним, потерявшим плачем. Прошло расстояние, изменилась среда обитания, да? Даже не среда обитания, воздух в этой среде изменился. Мы дышим сейчас другим воздухом. Ну то есть... Вот эти вот крупинки, знаете, золотого дождя, вот этого радости, знаете, такой детской, когда тебе сказку рассказывают, у тебя звездочки сыпятся перед глазами. Вот этого уже нету. Есть же такая вещь про избирательность памяти, про то, что нам кажется, что вот есть какие-то воспоминания, но чем больше отделяет от человека, ты уже не знаешь, это реальные воспоминания или уже какие-то истории, которые собраны по крупицам, сто раз повторены. Можно я расскажу так? У меня была счастливая возможность, возможность пообщаться с человеком, который занимается мозгом. Известный ученый очень. И она сказала следующую вещь. Я как раз, так как меня это волнует, как и вас, да, что мы помним, почему и как мы это помним. И спросила напрямую, что такое память. На что мне был дан такой ответ? Что наше первое воспоминание о событии, это память о событии. Наше второе воспоминание, это воспоминание о первом воспоминании. Наше сорок пятое воспоминание, наше воспоминание о сорок четвертом воспоминании. Так устроена память. То, что касается Влада, дико обидно, потому что очень многое из того, что писалось, противоречит вообще его сути, тому, ради чего и как он жил. Можешь сказать, что это за суть и что это за чему? Суть о том, что это был человек... Давайте так, трагическую смерть никто не отменяет, но это не означает, что у него была трагическая жизнь. Влад был один из самых счастливых людей, с которыми я виделась вообще и знакома до сих пор, потому что в тот период еще были какие-то вот такого типа люди, сейчас уже народ помрачнел. Такого типа это вот как... Ну давайте так, раньше это назывались... Как это по-русски? Подскажите мне. Человек, очень любящий жизнь во всех ее проявлениях. Гедонист? Нет? Гедонист – это человек, который при этом особо не работает, наверное, а только наслаждается. Здесь скорее... Человек, любящий жизнь, витальный человек. То есть когда человек любит все. Общение любит. Когда пьет, удовольствие получает. Когда бросил пить, получает удовольствие от того, что другие пьют, а он бросил пить. Понимаете? Это вообще... Когда работает, удовольствие получает. Получается что-то, получает удовольствие. Не получается, получает удовольствие от того, что понимает, что это не получается, и надо сделать по-другому. Пиво, водка, компания, ребята, портвишок Все было по полной программе, как у всех Все нормально И это продолжалось Я не скажу, что я так запойно пил Нет, просто это продолжалось На каком-то этапе это стало мешать очень сильно работе Теннис возник два года назад Два года назад Передо мной стала задача похудеть И изменить свой имидж Я слишком отожрался Потому как в то время пил У него была оплывшая физиономия Он такой зажравшийся, знаешь, не очень хороший Мы-то ездили четвером и отдыхать И они практически все свободное время У них, то есть у Альбины и у Влады не было дачи Они приезжали к нам на дачу Мы играли в теннис У меня теннисный корт Большой теннис? Ну, естественно Кто кого обыграл? Ну, я обыграл А он злился, кстати Он азартный был человек Да, он не умел И не любил проигрывать И он поставил себе задачу Выиграть у Николая во что бы то ни стало Справился с задачей? Он просто не успел Он бы успел, он сделал бы это Но он просто не успел Влад был, конечно, безусловно Гиперраздолбаем Он, так сказать, мог не прийти на съемку Иногда мог не прийти на эфир Он иногда мог загулять так, что его разыскивали Его пару раз лысый собирался выгонять из ведущих Он был, ну, он был такой настоящий Мушкетер В подростковом романтическом восприятии этого А потом И в этом во многом За это во многом отвечала Альбина Влад трансформировался Если бы Влад не встретил Альбину Наверное, он бы мог бы оставаться таким же веселым Раздолбаем И вряд ли превратился в самого на тот момент Крутого телевизионного ведущего и продюсера Каким он, собственно, был с 90-го по 95-й год И то, что он делал легко, щедро, энергично И все движение, которое происходило с ним Было связано с тем, что Он в какой-то момент понял Что Альбина для него является очень важным человеком А Альбина не готова была мириться С той версией Влада Которая была перед ней И поэтому это был их, в общем Влад первой половины 90-х годов Это их было совместное усилие Знаете, вот бывают пары, которые Так воздействуют друг на друга Что их судьба и реализация Связаны непосредственно с тем Кто с тобой находится рядом Это был тот случай Да, это был как раз тот самый случай Представляете, город Ростов-на-Дону Стадион Подряд В течение дня Три концерта Кто на концертах? Типа там Лысенко, я и Листьев Втроем Разговариваем Мы просто отвечаем на вопросы И весь стадион шлёт нам бумажки Ну это же вообще Прямо вы рок-звёздная Ну это вот Ашаум Синрикё такая была Секта Это вот из этой серии Вот они тоже собирались Это делать И то у них были меньше Они олимпийские только могли себе позволить Слушай, ну вот кто-то, я не помню кто Очень, мне кажется, удачно сравнил Что вы были как группа Битлз с того времени Это Сагалай Все время говорят, что они вошли Какие-то иностранцы Но с другой стороны В этой же цитате было и то, что И как Битлз они собирали После концерта свои гитары И расходились все в разные стороны Что вот такого братства взгляда Его не существовало Что вас соединяла Вот только такая профессиональная деятельность Ремесур Ну это очень несправедливо Мне кажется, знаешь Вообще Если ты стал известным человеком То как минимум Ты должен, завершив карьеру Жить в нищете Желательно Покончить с собой Или умереть при каких-то Очень чудовищных обстоятельствах Когда тебя бросили все друзья Либо ты должен Так возвыситься Чтобы от тебя все отвернулись Потому что ты стал подонком А потом что-то в тебе срабатывает И ты Ну короче, это все киносценарии Ну ты это к чему Я пытаюсь понять Ну вот это же Это типичный киносценарий Что Конечно, они Это нам казалось А на самом деле Ну это же просто То есть вы были прямо друзьями Ты можешь сказать Что Влад Листьев Это твой друг Да, конечно Конечно Хорошо Ну вот я же тоже читаю там прессу Когда я готовилась к этому фильму И когда интервью Огоньку Как я понимаю Дает человек С которым вы работаете Мукусев Называет вас Комичная история И называет вас земляными червяками Всех И нас И Мусликова А поливает вас страшнейшим говнищем Простите Да мы-то ладно Захарова Всех Да мы-то вообще Мы там вот эти маленькие мыши Хорошо И вы после того что В хороших отношениях? Мы с ним никогда не были В хороших отношениях Нет Если ты говоришь про нас Вот группу Там типа Владик Дима Я Ну и потом вот Вокруг нас сформировалась уже такая Ну как сейчас Наверное Скажите там Продюсерская команда Разбаш Андрей Ваня Демидов И все это Вот этот наш кусок Вы дружили То есть это дни рождения вместе Да Конечно Посиделки Поездки вместе на отдых Вот это все Ну там Повторюсь На это было очень мало времени К сожалению Нет Ну условно это люди Которые не только работают Но вот у тебя день рождения К тебе тоже все приходили И вот за одним Взгляд это такой был момент Это как в рок-группе Она собирается для того Чтобы в какой-то момент Изменить все музыкальные вкусы Сообщить все месседжи И в нужный момент разваливается И все начинают заниматься Сольной деятельностью Я думаю, что взгляд Для телевидения в целом Сыграл такую роль А ведущие взгляды были точно Битлы Они на протяжении Нескольких лет Воспринимались Как группы Битлз Насколько я Как твоих фанат И прочитавший массу Про них книг Знаю Не были большими друзьями Между собой Вне сцены И студии звукозаписи Ведущие взгляды И большинство команд Взгляды Не были близкими друзьями Кто был Джоном Ленноном Этой программы? Все равно же борьба за лидерство Ленноном был Влад Конечно Ленноном был Влад А почему? Ну если отталкиваться От ролевых функций Во-первых Он был в очках Да нет Ну по всему По манере По системе взаимодействия По мудрости По То по всему Он был Ленноном Влад Листьев? Саша был Полом Маккартни Но остальные Могли бы мы же с собой Распределять функции В зависимости Ревность соперничества Чувствовалась Между Любимовым и Листьевым? Она была Но она не была Проявлена ярко Ну она была безусловно А в чем В чем проявлялась? Можете вспомнить Какой пример? Ну давайте честно скажем Что к началу 90-х Саша с Владом Мы не очень-то Даже разговаривали С друг с другом Почему? Ну накопилось Большое количество Взаимных вопросов И претензий Они никогда не дружили Никогда не были Даже хорошими приятелями Они были коллегами То есть они вместе Вот квартирники все эти Это вот не Даже я не понимаю О чем вы говорите Ну вот Была информация Что они устраивали Квартирники вместе Саша очень тепло Сейчас секунду Прекрасно Это пусть остается На Сашиной совести Его теплота Я думаю Что она сейчас искренне Абсолютно Во всяком случае Ему больше ничего Не мешает жить Этого уже вполне достаточно Чтобы чувствовать Благодарность По отношению к человеку Вы считаете Что Влад Листьев Мешал Я считаю Что было бы нечестно Сказать Что при жизни Влада Саша не то Что его любил Или дружил с ним А хотя бы уважал Посудите сами Вы с кем-то Растете в детском саду Живете Сидите в одной песочнице Делаете одинаковые куличики У вас куличики Получаются лучше А потом Кому-то приезжает Самосвал с песком А вы так и сидите В этой песочнице Ну как вы будете К этому относиться Ну по-человечески понятно То что сегодня Влад Листьев Воспринимается Как некая такая Икона И символ Того телевидения Которое Уже не существует Связано с этим убийством И с таким Ореолом мученика Или Это было бы В любом случае так Даже если бы Влад Листьев Сейчас был жив Цой Вот я хотела сказать Вот если бы Цой Сейчас жил бы Вот он был может быть Как Африка Бугаев Или как БГ Я не знаю Значит тогда Что кстати Не похоже на Владик Потому что Лаик всегда Среди нас был Ну так Крепкий Там Как это Первач Да Вот А Цой Вот я же с ним общался Ну как Ну вот Идут какие-то там Рок-концерты Ну он сидит в углу Какой-то вот парень Необщительный Песни Ну по сравнению Там со многими группами Там Вот С точки зрения Там Гражданской Ну так себе И вдруг Все переворачивается И он становится Глобальная звезда Потому что Довольно простые Тексты Такой Романтический Какой-то Такой парень Простая музыка Романтичная А что значит Он был первачом Среди вас Что значит Ну как Я всегда считал Что он самый популярный Что я немножко Ну Во-первых Я моложе Я Какой-то такой Немножко Какой-то Ну не народный А он такой Какой-то народный Вот В чем это было В чем это народность Была в нем И не было Например В тебе Вот можешь объяснить Это же дико интересно Ну потому что Ему вообще Политика была Честно говоря Безразлична А мне прям вообще Очень важно И собственно Конечно Если я Занимаюсь Политическими Программами То я не могу Быть популярным Так как Допустим Он Который ведет И пожалуйста Тебе И поле чудес Потом тема Это же вообще Была революция А вот ты бы так мог Одновременно И тему И поле чудес Нет Поле чудес бы согласился Вести Нет Никогда Нет Ни за что Ни за какие деньги Никогда Сегодня наша Тема Кооперация В эфире Очередный выпуск Программы Взгляд Ну а здесь За моим столом Шахтеры Из Воркуты Виктор Я хотел бы услышать Ваше мнение По этому поводу Вы согласны Что вот Искусство И кооперация Они могут Стоять рядом На одной ступени Ну знаете Наверное да Потому что С тех пор Как возникла Кооперация Я На своем примере Я уже могу Не работать Кочегаром Не кидать уголем Лет Со дня гибели Казалось бы Не такой большой срок Но только В чем тут дело Избирательность Памяти Или особенности Человеческой натуры Но Влад Листьев У всех разный Возможно так и должно быть Когда человек Со временем Превращается в образ Однако даже Детали его жизни У тех людей Которые его хорошо знали Почему-то разные Ну взять хотя бы Прекрасную историю О создании Поля чудес Английский язык Влад не знает Поэтому даже Новости СНН Мы не смотрели Мы только ради картинки Потому что Смысл все равно Был недоступен Так вот Алексей на пальцах Рассказывает На пальцах В прямом смысле Показывает Какую передачу Он видел в Америке Я Недавно подумала Что если бы Алексей увидел Какую-то другую передачу То сейчас Вся наша страна Играла бы Во что-нибудь другое Они увидели Wheel of Fortune Нет Они увидели Французскую Какую-то программу Не Wheel of Fortune Какую-то французскую Их тысячи Они все Очень похожи Увидели французскую И решили сделать Похожую русскую Да То есть это точно Имеет отношение Я узнал про это Существование Уилла Фольчин После того Как про это Начали писать Это у них Это все Придумано Ну или Просто можно Уже расследование Проводить По поводу Его знаменитых Подтяжек Час пик Он вообще Донахью Подтяжки Вот это то Что меня тоже бесит Влад стоял У шкафа Раздетый Пока я не выдавала Ему одежду В какой-то момент Он сказал Реши в чем я буду вести И дальше Очень простая история Я про Донахью Не знала Ничего Потому что У меня точно так же Нет английского И т.д. и т.п. Я не знала Его существования В тот момент Потом же мне сказали Ну как же Подтяжки как у Донахью Я говорю Кто это Добрый вечер Мы в прямом эфире И сегодня час пик Для человека Которого не нужно Представлять никому Одни его обожают Другие не любят Мы все смотрели Ларри Кинга И когда появились Эти подтяжки О которых Влад рассказал Мы естественно Поняли Что это идет Под Ларри Кинга Да он В общем-то И не скрывал Эту А подтяжки Да он брал И конечно Из каждой поездки Я ему привозил Подтяжки А подтяжки Он надел Понятно почему Потому что Видел Программу СНН И там Были подтяжки Главному ведущим Это он сам вам сказал Что он увидел Это он специально Сделал Гениальная фраза Врут Как очевидцы Вспомните опыт Предшественников Ваших Неудачно Подумайте Я вам даю 5 секунд Галина Все вместе Да А если будет Ноль 5 секунд Прошло Ваше решение Лиха беда Начало Блестящая Первая победа В нашей игре Галина Мистерчук Педагог из Москвы Я поздравляю вас Спасибо Борис Спасибо Елена Спасибо за буквы Итак Первая победительница Капитал-шоу Поле чудес Галина Мистерчук Москва Играли в футбол Почему Влад играл в очках Я бес А он в очках Выпивали Что тоже было И он мне предложил Вот делать с ним Вместе Поле чудес Вместе с Лешей Мурмулевым Я помню И мы вот спорили Каким должен быть Например Черный чемоданчик Я как бы настаивал Что в этой идее Главный розыгрыш Состоит в том Что играющий Ну как бы не знает Что в этом чемодане Но и предлагающий Поиграть Поторговаться Тоже не знает И тут в этом чемодане Должно быть Там конфетка Ключи от машины Денежный приз Качан капусты То есть рискуют все Принято Но вы мучились Принимая решение Или для вас однозначно Авторский проект был важнее Я мучился Мучился Потому что Влад близкий друг Но в то же время Мне не хотелось Просто ввести викторину Все-таки Мне хотелось Перевоплощаться И это победило И благо Мне было позволено Делать что я хочу И время Кстати было такое Когда В общем Все было дозволено Но какой-то внутренний Ценс все равно Оставался Вы наверное Сейчас глядя На современное Поле чудес Вы каждый раз думаете Какой я правильный Выбор сделал Нет? Сейчас уже трудно Говорить Правильный выбор Был тогда или сейчас Сейчас до сих пор Сидели в кадре Сидел бы в кадре У меня были бы усы Да В банки Вам бы приносили С огурцами Не думаю Что нужно Жалеть об этом Дружба наша С Владом Не закончилась На этом Он не обиделся Он обиделся Конечно В общем Но И стал вести Программу сам Слушайте Нам Альбина Рассказывала про то Как родилось это название Что она услышала смех И вбежал Влад У вас тогда были совещания Кто придумал это название Вот в этой комнате Где вы совещались Кто первый сказал Поле чудес Название повисло в воздухе Но произнес его Влад Поле чудес В стране дураков Так я кричал Это должно быть Наверное что-то такое Мы же закапываем Золотые монетки И он сказал Поле чудес А дальше молчите Ну и нельзя сказать Что я конечно Мне было все равно Что Влад делает В какой-то момент Знаете Это было очень смешно Что-то я в общем Распищалась Я по какой-то причине Увидела кусок Поле чудес И конечно Не могла смолчать На что Влад спокойный При том что он Обычно Не отмахивался От моих Каких-то текстов То есть мы Уважительно Относились друг к другу Он почему-то Знаете У него была такая привычка Он делал так очки Посмотрел на меня Немножко Из-под оправы И сказал Дорогая Это вообще передача Не для себя делается Ты куда? То есть иногда Он меня тоже осаживал На скаку А для кого делась передача? Вы спросили? Ну нет Дальше я просто Задумалась Зачем спрашивать Когда ответ на поверхности Я задумалась И поняла Что да Действительно Не для меня Но Но телевидение Такое Хамское дело Хамское? Ну Знаете как Не хамское В хорошем смысле Этого слова Давайте так Это же очень поверхностная Дисциплина Ну совсем Влад все время Он меня всяко К этому приучил Что телевидение Это то что нужно Ну любой вопрос Там Влад Когда это подготовить? А когда этот материал Должен быть? А когда тебе дать? Он всегда говорил Вчера Это нужно вчера Завтра почти нет Да Есть сегодня И сейчас Вся целевая аудитория Это съедала Один раз И дальше могла Только вспоминать Послевкусие Повторить это было нельзя Поэтому естественно Там для меня Для человека Который работал в музее На тот момент И к этому стремился Это любил Это ценил Это была Прямо противоположная Площадка Ну смотрите Какая ирония судьбы Вот вы так Музейный сотрудник Я в музее Здесь телевидение Поверхностная дисциплина А ведь вы понимаете Что сейчас Взгляд Это тоже Музейный экспонат Девяностых Конечно Это тоже музейная дисциплина И ты смотришь Эти архивы И ты понимаешь Что вот он Музей другого телевидения Которого нет И может быть Уже и не будет Нет Я думаю Что не будет Безусловно Потому что Ни в хорошем Ни в плохом Это в смысле Ну в смысле Не потому что Мы не хотим Чтобы так было Просто Ну практика жизни Показывает Что Если что-то И появляется Похоже То при ближайшем Смотрении Выясняется Что Да Но по-другому Сегодня Снова Вечерную информационную Музыкальную программу Ведут Александр Любимов Дмитрий Захаров Олег Вакуловский И Игорь Ислав Листьев Мы начнем с того Что сверим часы Потому что В прошлый раз Далеко не все Поверили нам в том Что это прямой эфир И вот даже Комсомольская правда Написала Что Мы слишком Проявляли большой артистизм Когда имитировали Прямой эфир И так сейчас 23 часа 36 минут И 0,9 секунд Московское время Вообще Но мы все-таки Были одна команда Одна группа И вместе Принимали решения Вместе Создавали Разные программы Вместе Учили сделать бизнес Мы же ничего Этого не умели А тут условия Которые мы поставили По Тарксшвили И Березовский Что он пойдет один И мы понимали Потому что мы Потому что мы слишком большие И мы и так Для них угроза И собственно Куда меня пригласили Это делать корпоративную реформу То есть сделать От Березовского В частные руки Нельзя оставлять Ту систему Которая была Останкина Нужно просто Передать лицензию Новой организации Забудьте слово Приватизация Нужно построить Компанию с нуля Вот это то Что потом и было сделано С созданием ОРТ Только слово ОРТ Было придумано Через 2-3 месяца После этого Вот Он меня послушал Я за 10 минут Убедил Что надо сделать Именно так Аргумент то Что это очень просто Один указ президента Передали лицензию Новой компании И все И не нужно Ничего приватизировать Не нужно Так сказать Идти долгим И дорогим путем Это путь короткий Дешевый И оптимальный Вот Он сказал Супер И с вечера Ты участвуешь В рабочей группе Вот И он мне рассказал Кто уже есть В тот момент Там была Ирена Лисневская Там был Влад Конечно Я очень порадовался Потому что У меня уже с ним Были такие Добрые отношения Но вы вот В тот момент Понимали Что Вот вы говорите Что моя задача Была сделать Компанию эффективной Что государство Не могло на тот момент Делать эффективную Очевидно А эта структура Могла бы Через там Привлечение Внешнего капитала Сделать Телевизионную Компанию эффективной Но вы В тот момент Задумывались О том Что будут риски Другого рода Или Тогда Таких мыслей Не было Вы знаете Я не задумывался Потому что я был Исключительно Про корпоративное управление И про экономику То есть для меня Тема Допустим Эфира И управление Вещанием Которое потом Стало Самой главной И интересной Была Совершенно Второстепенной Я говорил Я говорил На сегодняшний Есть абсолютно Неэффективное Телевидение Коррупционное И непрозрачное Нужно Сделать Нормальную Как в мире Работают Систему И тогда Я думал Что она будет Частная Честно говоря То есть в тот момент Когда создавалась Группа Еще не было Тех реалий Что 51% Останется У государства Березовский Тогда не имел Еще прямого Доступа К Ельцину В 1994 И в 1995 Он имел Доступ К Ельцину Через посредников Посредник Который подписал Натурально На тот указ Вот Это был Александр Васильевич Коржаков Я это помню Я помню Этот день Очень хорошо Более того Указ написан мной Действительно И этот указ Я принес К Березовскому В ту самую Первую встречу То есть когда Я его убедил Что надо сделать Сказал А вот вам Пожалуйста Проект указа Как Можно Указом президента Передать лицензию Новой компании Когда было принято Решение Что ОРТ быть На его кандидатуре Остановились Все Я думаю Что там обсуждалось Очень много разных людей Вот на нем Согласились Поэтому Он На самом деле Я думаю Что первая его реакция Я знаю точно Я просто ее наблюдала Он был скорее Напуган Ответственностью Чем обрадован Только потом Уже когда пошли Первые встречи Первые разговоры Когда у него Там произошло Видимо Первый такой Ну уже конкретно Телевизионный разговор С Березовским Он понял Что у него Будет возможность Сделать канал Так как он считает Нужным Он не встретил Сопротивление То тогда он понял Тогда у него Уже появилась Радость От этого решения Потому что Он понял Что он сможет Пройти этот путь Чем больше Чем больше мы Общались Чем больше Я узнавал его И понимая Его чистолюбие Вот когда Он шел К генеральному Директору Я как-то Очень скептически К этому Относился Я считал Что Это не его Он считал По-другому Но я не настаиваю Вам казалось Что ему не нужно Становиться гендиректором Можно продолжать Вести программы И быть в кадре Совершенно верно И об этом Я ему говорил Ты ничего не понимаешь Но Потом уже Анализируя Я так понимаю Что Его идея Не останавливаться На генеральном А идти дальше Он молодой А куда идти дальше После генерального Ну В политику В какие-то В общественные Дела Может быть Я ошибаюсь Может быть Я ошибаюсь Но мне показалось Именно так И это я не приветствовал Не знаю Какая сейчас полоса То же самое Как и в 87-м году Началась Наверное черная Такая большая Ширная черная полоса Такая Идет в 87-м А как же вы себе Белый Представляете Белый Это идеально Сейчас я подумаю Сейчас Это значит Не этих идиотов Я не их имею Нет Вот не этих Не этих Вокруг умные люди Принимают Быстрые решения Тактичные Это невозможно Не будет Белой полосы Не будет точно Все черное Мы с ним шли По транспортному коридору Останкина После того Как было распределение Всех помещений На Королев 12 Он сказал Угол Ты понимаешь Что теперь это Почти все наше И у меня было ощущение Как же так Нам совсем еще Пацанам Поручено Этим всем руководить И управляться Этим Я помню Как за две недели Примерно До случившегося Когда я видел Что он уже В другом состоянии И Понимал Почему Я спросил у него Ты не боишься Влад И он так Отшутился Сказал Слушай Мы с тобой Любимцы нации Кто нас тронет Игорь Вот вы сказали Что за две недели Вы понимали Почему он находится В таком настроении Почему Для того Чтобы деньги Шли от рекламы Именно на канал Наверное Надо было Предпринять Какие-то усилия И денежные Эти потоки Которые шли В разные стороны Именно направить На канал То есть По-хозяйски Просто распорядиться Вероятнее всего Он пытался договориться С теми людьми Кто Обладал Денежными потоками На ОРТ Перестроить работу Наверное Кому-то Это не понравилось И эти люди Которых Большей части Уже нет в живых Поступили Так как Они привыкли Поступать В то время Наверное Нарушил Какие-то Договоренности Других людей Это была ошибка Отменить рекламу Ну Судя по Двум Выстрелам Первого марта Это была ошибка Я Я органически Не переношу насилие Просто органически Не переношу насилие Когда ко мне Применяют Я зверею Просто зверею Я могу человека убить Вот если вдруг Кто-то Непонятно По каким причинам Начнется Вот это дело Я могу Но это неосознанно Произойдет Во мне просыпается Какой-то дикий Листьев был готов Что он становится Главой частной компании Он мечтал об этом Он мечтал об этом Он точно так же Как вот я мечтал Про Такую Правильно Организованную Так сказать Да Современную Телекомпанию В Цивилизованном смысле Этого слова Так же он мечтал Про Цивилизованную Организованную Компанию С точки зрения Отношений с производителями Вот Угольников Рассказывал Что они шли По коридорам Останкина С Листьевым И вот Влад показывал Рассказывал Что теперь Это частная компания Что Представляешь Это все мое Но я вообще Не понимаю Что теперь С этим делать Это такая глыба Такой масштаб Погром А вы знаете Это правда Вот Но Даже Когда конструировалась Орт Очень сильно Были распределены Роли Вот И Влад сам Сказал С самого начала Что Я могу Быть Публичным Персонажем Выступать От имени Компании И могу Взять на себя Скажем так Продюсерскую Составляющую И управление Не политическими Эфирами То есть Не новостями Не программой Утро А всем остальным Все остальное Он действительно Не знал Ему это было В какой-то степени Терро инкогнито Он немного Этого боялся Можете Очень простым языком Рассказать нам И нашим телезрителям Как был устроен Рекламный рынок Того времени И в чем была Та революционная идея Которая возникла В рамках ОРТ И которую Листьев Озвучил Останкино Было государственной Компанией Компания Словоусловная Это была Государственная Организация В Останкино Было большое Количество Студий В студиях Работали Все Кто Производил Программы И еще В три раза Больше людей И которые Считалось Что обслуживают Телевизионное Производство Оно было Все внутри Параллельно Когда появился Частный бизнес Частично Производители Программ Стали создавать Свои Закрытые Акционерные Общества Свои Собственные Компании Для чего? Для того Чтобы Работать С рекламным Рынком Потому что Реклама Появилась Никаких Законов На эту Тему Не было И Можно было Уже Продавать Рекламу Государство Платило Только Зарплату Людям То есть За программы Никто Ничего Не платил И для того Чтобы Люди Могли Конкурентоспособно Существовать А это Был период Реформ Люди Теряли Зарплаты Денег Не было Люди Которые Работают В эфире Получали Реальные Копейки Они Поняли Что есть Такой Потрясающий Ресурс Как реклама А телевидение Было Самым Сильным Медиа В то Время И они Стали Сами Эту рекламу Искать Но это Несвойственное Дело Для Ведущих Для Продюсеров Этим Уже Начали Заниматься Появившиеся Рекламные Агенты К сожалению Рекламные Агенты Был Бизнес Маленький На первом Этапе А в те годы В 90-е годы В начале Почти за каждым Малым Бизнесом Стояли Криминальные Крыши И это Факт Почти За каждым И То Как Доходила Реклама До телевидения Это был Тернистый Путь С большим Количеством Посредников Затем Эти деньги Приходили К Продюсерам Или к Авторам Программ В эфире В итоге Появлялась Тайная реклама Легально Или нелегально Честно Или нечестно Джинса Или Самый настоящий Ролик Телевидение На это Внимание Большого Не обращало Потому что Считалось Что Телевидение Отдало Это Бартерам Отдало Бартерам Производителям Как собственным Студиям Так и Появившимся Вот этим ЗАО Частным Телевидение С этого Не зарабатывало Не зарабатывало Телевидение Просто Фактически Обменивало Своё эфирное По сути дела Им что было нужно Зарплата ведущим Зарплата Творческим коллективам Кто получал Самые большие деньги Вот в этой рекламной цепочке Бандиты Агент Продюсер Шоу Я думаю Что как договорятся Не думаю Что бандиты Думаю Что они были В меньшей Но совершенно Определённой доли А основные деньги Всё-таки распределялись Между продюсерами Рекламными агентами Как удавалось договориться Ну вот примерно Понятно Что это каждый раз Вы сами говорите Индивидуально Ну вот примерно Рекламный ролик Стоит 100 рублей Вот можете Сейчас примерно Распределить Как эти 100 рублей Между кем распределён Ну обычно Наверное До программ Доходило Процентов 30-40 Остальное было То есть 40 рублей В программе Да А 60 как А 60 вот где-то там Оставалось Бандиты Ну да Условно говоря нет Почему Рекламные агенты В основном зарабатывали Они же были бизнес Сколько вот из этих 100 рублей Оставалось рекламное агентство Ну я думаю Что из 100 рублей Если 60 осталось На той стороне То наверное Где-то 20 процентов Получало Крыши И 40 процентов Получали рекламные агенты Ну это так очень прощает Но были и иные ситуации И вот это было В начале 90-х Я выпускал программу Матадор У меня было 4 минуты рекламы Которую я мог продавать Кому угодно То есть я должен был Раз в месяц Приносить программу Мне никто ее не покупал Никто мне не давал денег На ее производство А я там летал по всему миру И снимал То в Фиесту в Памплоне То карнавал в Венеции Но я сам должен был Найти деньги А вернуть эти деньги Я должен был Из того блока рекламы Который в этой программе Размещался И это было конечно Абсолютно Период гражданской войны Такой И идея Листьева Заключалась в том Что эти деньги Должны оставаться на телевидении Вы знаете Это была наша идея Откровенно говоря Которая была у нас В модели А Листьев ее просто озвучил Так как он был фронтменом И он озвучивал Те решения Которые выработаны Были на рабочей группе То И идею Рекламного моратория Я помню Как мы придумали В машине В которой мы вместе Ехали с Бадрой Патракасшвили Мы просто ее придумали Что надо сделать мораторий Мы это кто? Вы? Бадри? Да мы вдвоем с ним Вдвоем с ним Да мы с ним ехали вдвоем В машине Вот как раз отсюда Недалеко По Садовому кольцу И у нас возникла идея А как нам расчистить Этот ужасный рынок И возникла такая идея Что если Смогут скинуться Частные акционеры И обеспечить Существование телевидения За частные деньги В течение месяца Или нескольких месяцев То проще Выйти То есть просто Платить деньги Самим Производителям Платить за все За все расходы За вещание Сети распространения Производителям Штату компании Новый Который стал меньше В 10 раз Чем штат Компания Останкина И за это время Провести тендер И по итогам тендера Выбрать Того самого Что называется Медиа продавца Медиа селлера Который будет Одним окном Через которое Будет продаваться реклама Эта идея всем понравилась Влад тоже ее очень поддержал И для него Очень простая схема Потому что тогда Он занимается только Творчеством И креативом А он не ищет деньги Поэтому иметь деньги Из одного источника От телекомпании Для него было Великолепное решение И вот на группе Было решено Что так как он лицо Он выступает Что когда Это надо будет заявить Это заявит он И в этом смысле Конечно тяжелая история Для меня лично тоже Потому что Ну как бы я участвовал В том что это решение Было озвучено И у меня есть разные версии Я не уверен Что именно это было причиной Что Влада нет Да Но черт его знает Может быть и так Вы как-то сказали Что это висело в воздухе Что было предчувствие Какой-то беды Было предчувствие тревоги Ну и собственно говоря Это Я никогда этого не скрывала Это было нашей семьи Ну то есть это было Это же чувствовалось У Влада Я не имею ввиду Что что-то Производит Знаете как Иногда вот У вас ощущение Вы сидите дома На даче У вас светит солнце А вы понимаете Ну вот Что-то сейчас погода Испортится Вот завтра будет ливень А вы обсуждали Что ему нужна охрана Да обсуждали Было такое дело И это никогда Ну то есть Было событие После которого Скажем правильно Напрягся Когда я открыла дверь Квартиры Не посмотрев в глазок И прямо Я была видна Что он нервничает И я его тогда посадила И спросила Что происходит Ну потому что Это совсем Это была не наша Форма жизни Посмотреть в глазок Кто за дверью И тогда он мне сказал Что происходят Какие-то события Связанные с его жизнью Которые он не может Объяснить С его профессиональной жизнью Скажем так Почему он отказался От охраны Один из коллег Влада В тот период Времени Чуть раньше Начал ходить Не то чтобы с охраной Но с какими-то Помощниками такими Которые носили зонтик Портфель Шли чуть сзади В качестве охраны И т.д. и т.п. И мы как-то это наблюдали И у нас вызвало Даже я не знаю Как это назвать Но как-то это было так Комично Комично, да Что оказаться в этой ситуации Потому что мы тогда Как раз и говорили Это вот на самом деле Это век не прощу себя называется Мы Когда я сказала Что если ты так нервничаешь Надо брать охрану Потому что нельзя Вот с таким настроением Выходить из дома Он говорит Ты что, я буду как Нек-ТМ Мы рассмеялись И на этом все закончилось Ты уже ходил с охраной Нет И у тебя такого не было никогда Охрану мне дали сначала Собственно полицейские Сказали, что на меня тоже Покушение готовится Ну вероятно Я полагаю, что они Поставили меня под колпак просто После уже Да, конечно А до у тебя никогда охраны не было Потому что многие люди С которыми я говорю Говорят, что за две недели до убийства Влад Листьев был как-то уже очень встревожен Дома были разговоры о том Что ситуация меняется Вот, то есть Какое-то такое всеобщее скудоумие Знаешь, это вот когда Мы живем, живем, живем Вот сейчас все Разговариваем Не дай бог там происходит Какое-то событие Не знаю Вот этот дом, допустим Уничтожается там Не знаю, ракетой Дальше вот будут говорить Что специально там ИГИЛ Уничтожил любимого Собчак А потом на следующем этапе будут говорить Ну, в последнее время Они мало общались Помните, как сколько раз Мы их видели в ресторанах Москвы В 90-е годы А потому что И все, и поехало И это вот скудоумие Оно кормит Вот это все Ну, то есть Не было никакого ощущения Предчувствия Ты считаешь? Я думаю, что люди Выдают Потому что Если есть предчувствие Тогда действуйте А если его нету Не надо потом придумывать Чтобы у вас было Какое-то предчувствие Что такое предчувствие? А было бы у вас Это предчувствие Если бы он остался жив Альбина, например Его супруга Говорит о том Что он был Вот просто одним звеном В цепочке Борьбы за канал За смену руководства Канала и так далее Кто? Кто? Листьев Был звеном этой цепочки Что его убийство Это собственно Ну, как некое домино Которое Ну, это какая-то Ваша женская логика Значит, есть президент Российской Федерации Ельцин Борис Николаевич Который подписывает указ О создании Общественного Российского телевидения Ну, если одного человека нет Значит, будет же кто-то другой Тогда за это место Можно побороться Что это не женская логика То есть Эрнст убил Листьева Ваша женская логика И так далее Нет Ну, как? Почему Эрнст? Ну, за этими же решениями Стоят какие-то люди Правильно? Я не понимаю Ну, слушайте Это до сих пор Главная загадка Почему это дело не раскрыли? Вот Как так важно Может быть, не искали Может быть, не нашли Может быть, нашли Ужаснулись И не сказали Вот ты что думаешь? Нашли Ужаснулись Не раскрыли Решили Я не светский персонаж Я ответственный человек Я работал на ответственных должностях Потому что я За свои слова отвечаю Я не могу Вот так просто Говорить там Чего-то там Мнение же у тебя есть По этому вопросу У меня не может быть В принципе мнение Если Это досужие домыслы Это не мнение Мнение это Когда у человека есть Какие-то твердые Ну, вот хоть какие-то Так сказать Факты Вы были последним человеком Который говорил С Владом Листьевым По телефону Можете вспомнить Тот разговор О чем он был Как он был После эфира Часа пик Он сел в машину И поехал домой И он мне позвонил Из машины Говорит Слушай, я записался Точнее, там прямой эфир был Прошла передача Часа пик Еду домой Ну что, мы сегодня Не собираемся После этого Я говорю Да нет Я тоже уже дома И не собираемся Все нормально Как договорились Собираемся завтра Вот Ну и все Это был последний разговор Добрый вечер Сегодня час пик В прямом эфире Сегодня 1 марта Я поздравляю всех С первым днем весны И с теми надеждами Каждый из нас С весной связывает Много надежд А, как известно Надежда всегда Умирает последней Вчера вечером в подъезде Своего дома Улица Новокузнецкая Номер 30 Был убит Владислав Листьев В 21-25 Через дежурного По району Поступил сигнал Что по адресу Новокузнецкий дом 30 Улица Своей квартиры С огнестрельным Ранением Человека Была туда Выслана Группа Немедленного Реагирования Суть Отвердился А когда уже Было определено Что это Листья Сразу Я Часто Поднимался По этой лестнице По которой Он шел домой И я вот Представлял Ужас этого Эта ситуация Когда ты Поднимаешься Один в пустом подъезде А сверху Спускаются два человека Ты понимаешь Зачем они спускаются Убивает За слово Раньше За это Свободное слово Преследовали Ссылали Гноили В гулагах А сейчас Кто-то В холодной умелости Решил Зачем так сложно Проще Убить И вот Летят пули Купленных убийц Навстречу Журналистским сердцам И один Господь Бог знает В какой точке Они пересекутся Сердце И пуля В России В общем Никогда не действовали Законы На самом деле Ни при царе Ни при советской власти И люди Жили Какой-то Своей жизнью Единственное Что может Спасти сейчас Опять же Незаконы Сейчас скажут Давайте примем Законы Указы Президента Наверное Человеческая мораль И каждый Должен Это дело Переосмотреть И подумали В каком обществе Мы живем Что это за общество Где можно Убивать Журналистов Политических деятелей Где оружие И сила И сила Является Практически Единственным Методом Решения Каких-либо Проблем Самое тяжелое Если развитие Событий В стране На телевидении В частности Сейчас Пойдет По сценарию Тех людей Которые Убили Влада Все это Настолько страшно Настолько ужасно Это судьба России Когда погибают Действительно Лучшие люди Необыкновенно Прогрессивный Человек был И просто Очень тяжело И будет Безумно Его не хватать Уехал Снимать Карнавал Венеции Вот У меня была Длиннющая Подводка В которой Много раз Повторялось Слово Смерть Смерть Венеции Смерть Европы Смерть Культуры Смерть 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 Но Венеция Город Такой Любви Смерти И когда Я закончил Эту подводку Сказал Своей группе Все Съемки Закончены Мы пошли В гостиницу И Мой оператор Андрей Макаров Он остановился Около Телефон Автомата Для того Чтобы позвонить В Москву Мы шли Спокойно Дальше И вдруг Мы услышали Его крики А так как Венеция Город стрёмный И мы подумали Что у него Отбирают камеру Или кто-то Ударил его ножом Мы Побежали ему Навстречу А он Бежал С этой Несчастной Камерой И кричал Влада убили Потому что он В этот момент Позвонил Домой А жена ему Сказала Ты знаешь Только по телевизору Скажи Что Влада убили Вот И поэтому У меня Я очень долго Не мог Потом Я в Венецию По-моему Приехал Первый раз Через 20 лет После этого Мне Как-то это Всегда Ассоциировал Со смертью Влада И не хотелось Повторять Это ощущение Первое Его убийство Ну Обычно Обычно Все такие Битвы Случаются Между людьми Которые Хорошо Стоят на ногах Да Но которые Убивают тех Которые хотят Сместить И встать их На свое место Так По логике Ну почему Или бизнес Интересы Реклама Огромный рынок ОРТ Компания Которая Другая версия Но слишком Она лежит На поверхности Глобально Это была история Про деньги И бизнес На ваш взгляд Я имею ввиду Убийство Или про его Такую всенародную Славу И слишком Возросшее Влияние Нет Это безусловно Была история Про деньги И про бизнес И причем Не про бизнес Влада А про бизнес Канала И когда я слышу Какие-то версии Кто убил Влада Ну давайте так Люди Которые находились В этот момент Внутри процесса Они Понимали Кто убил Влада Ну если бы Это тот Кто хотел Помешать Приходу Березовского На канал Надо было Убивать Березовского Березовского Я читал Там Березовский Убил Влада Но это чушь Собачья Березовскому Это было совершенно Невыгодно Это было Бессмысленно Это ставило Его только под удар Это была история Связанная С Отменой рекламы На первом канале И пересмотром Рекламного рынка То есть в том Что он мешал людям Которые могли Собственно Зайти на рекламный рынок Он Совершенно справедливо Как директор Канала Понимал Что существующая Система Где рекламу Продавали На каждом Участке эфира В обмен На программы Это было Такое Дикое поле Что это невозможно Для нормального Современного бизнеса Что надо Это все Запретить И выстроить По-новому Это было Абсолютно Нормальное Бизнес-решение Но так как я В эти дни Регулярно С Владом Общался Потому что Мы вместе с ним Я по его просьбе Писал План трансформации Первого канала И я Понимая Радикальность Его решения Я пытался Его Остановить От этого То есть я Говорил бы Что это правильно Все Но это Очень опасная Ситуация Сейчас не надо Этого делать И Мы даже В какой-то момент С ним поругались Потому что Он сказал Ну типа Если несчастье То когда Господин Лисовский Покинул зал Не дожидаясь Вопросов журналистов Интерфакс По сообщению Что у вас 28 февраля Были договоры С листьев Относительно Рекламы На ОРД Так или нет Потому что Листьев дал Могусь На окрас Интерфакс Ссылался На сотрудника Ваших Остаться Неизвестных Мне все-таки Удивляет Вот ваше Непонимание Ситуации Ребят Вы же еще молодые Что же вы Себе делаете Жестоких людей Я могу ответить На все ваши вопросы Они будут убедительны И так далее И тому подобное Но просто Я считаю Что ради памяти Этого человека Даже не хочу Это сейчас обсуждать Я считаю Неуважением к ним Ты реально Не потому что Нас сейчас снимают И ты там Боишься чего-то Ты реально считаешь Что это не он Это просто настолько глупо Вот то что люди Это говорят Объясни Реклама Огромные рекламные деньги Листьев говорит Что никогда Не будет на ОРТ Никакого Лисовского Это прямо Говорит Что все Никакой этой рекламы Не будет на ОРТ Лисовского Он ничего не говорил Значит Осенью 1994 года Был создан картель Из трех компаний Это три Самые основные Родовцы рекламы Интервид Мы Премьер СВ Лисовский Жечков И Виде Интернешнл Заполь Лесин Идея была в том Что мы Чтобы консолидировать И убрать То что называется Джинса То есть Маленькие какие-то Программы Которые С кем-то договариваются Кто-то там За еду Кто-то там За Не знаю Китайский Шерпотреб В общем Таскают к себе Рекламные ролики И убивают рынок Вот Основная была проблема Создали картель С ноября И уже тогда Потом они Приняли решение Кто принимал решение Владик Не принимал Решение Все знали Что принимал решение Бадри Все финансовые Экономические решения По Первому каналу Принимал Бадри Шалович По Таркацышвили Это знали все Владик Как директор Просто выступил В эфире И сказал это Потому что он Директор Анонсировал Для людей Что не будет Рекламы Да Но это была новость Для кого? Для телезрителей А мы-то все это знали Дальше был тендер На то Чтобы продавать рекламу На Первом канале Который выиграл Премьер СВ Мы проиграли Но повторюсь По поводу сложности Но тем не менее Нам отдали Как утешительный приступ Кремьера СВ Владел кто? Лисовский Жечков А значит Нам отдали Политическую рекламу То есть как бы так Бадри В общем это все настолько Но это не показалось странным Убивают Листьева Тендер Лисовский выигрывает Тендер Не понимаю Поясни Ну то есть Это не казалось странным Для того времени Что вот Так выигрывается Тендер Нет Тендер выигрывается Как в бизнесе Потому что Как условия Все три компании Видео Интернешнл И мы И Лис Обладали технологиями Потому что реклама Это все-таки работа Я думаю Что два фактора За премьер СВ были Первое Что Видео Интернешнл Нет Потому что у них Большие возможности На канале конкуренте На России Мы нет Потому что у нас Очень много Программного продукта То есть мы Как бы очень сильные Если нам еще Отдать рекламу То мы можем Уже быть Собственно В какой-то момент Проблемой Для них Мне кажется Наиболее правдоподобной версией Что это была Многоходовка Что пытались Вообще Изменить Судьбу канала Не конкретно Влада А судьбу канала Забрать канал Из-под тех Кто в тот момент Им занимался И То есть Влад Был Промежуточное решение У меня есть образ Вы не знаете Вы строите фишки в домино Валите первую И дальше вся цепочка валится Я думаю Что у кого-то Конечная цель была Влад был первой фишкой домино Конечная цель была В другом месте У меня ощущение Что люди туда не пришли А какая конечная цель была Точно Не знаю В том-то и дело Не знаю Для меня это однозначно Связано с телевидением И не с финансами То есть не реклама Как вот одна из таких активных Вы знаете Все кто занимался Давайте так Все кто стоял снаружи Не занимался Хорошо Это могли быть телевизионные люди У которых не было Своей рекламной кампании Например Которые про рекламу Знали Опосредованно Да Знали что она есть Участвовали Может быть И использовали ее Но не занимались Ее как бизнесом Для них Может быть Казалось На тот момент Что от Влада Зависят Какие-то серьезные решения Для тех Кто знал это Просто люди думали Что вот это Вот это решит Многие проблемы Может быть Они решили Часть проблем Но все не решили Из тех Что ставили себе задачи Как это не чудовищно звучит Вообще даже Произносить это Дико Есть очень близкие По работе В жизни К Владу Люди Которые никогда Не скажут Этого на камеру Но они убеждены Что к этому убийству Причастен Лисовский Но вы знаете Я скажу только одно Из всех комментариев По поводу телевидения В которых Влад был непреклонен Он жестко произнес Лиса на канале Не будет Он имел в виду И это тоже Ни для кого не секрет Что разговор Шел О Публичном Участии В процессе То что Лисовский В тот момент Был Игроком На рекламном рынке Да Было данностью От этого было Никуда не деться Но Он имел в виду Репутационное Участие Его Как Персонажа Внутри Какой-то Телевизионной Повестки Он считал Что У Сергея Не знаю Его отчество Репутация Такова Что новое телевидение С ней Ассоциируется Не должно Лисовский После этого Подсылал Общих знакомых Чтобы Донести Что это не он Было такое Пришли люди У нас Общие знакомые Были И Есть я думаю Ну Мы же Живем Среди людей Все Которые Пришли И сказали Что да Мы говорили Сергеем Он просил Передать Что это не он Но Помните Анекдот Про ежика Это не я Это не я Не помню Посмотрите Сейчас рассказывать Не буду Я про Рассказчик Анекдоту Ну Какая суть Не особо Сме Интересно Что это не имеет Никого значения Влада Нет Для меня Это не имеет Никого значения В марте 95 Опять же Мы уже Собрались Ну После похорон Вообще Это Основная Тема Обсуждения Была Что надо Вообще Просто Заканчивать Бизнес Ну Просто Потому что Страшно Потому что Это немыслимо Вообще Было Поверить Ну В общем Как-то Как-то Все это Долго Обсуждали Солили В общем Я стал Директором Обратно И вот Собственно Когда я Стал Смотреть Что там Произошло В общем Где-то там Я думаю Миллионов 15 долларов Я не нашел Они ушли В офшоры И Я следователям Говорил Что вы Посмотрите Вот Эти цепочки Офшоров Ну Там Мне В офшор Тоже Это вот Нас любят Как Ругательные Были схемы Разные Допустим Иностранный Рекламодатель Который хочет Он заходит на рынок Ему нужна Рекламная Компания У него нет Представительства Он хочет Платить Вивру В общем Куча всего Плюс Мы уже были В разном Бизнесе Там Недвижимость Я говорю Ну вот С моей Точке Зрения Владельцы Техофшоров Куда ушли Вот эти Деньги Это вот По крайней мере Скорее всего Потому что Ну как Они взяли Деньги Деньги Немалые Даже сейчас А тогда Это просто Очень большая сумма Мы были акционерами Здесь А Влад Мастер сообщал вам О том Что он эти деньги Перевел Ну как Сообщал Директор Принимает решение Где-то В части Как в той части Но это же сумма Условно Надо понимать Это как Подярд Долларов В сегодняшнем Эквиваленте Он мог разве Принять такое решение Единолично Без вас Это не одноразовое Просто в целом Там Стало разбираться Много сделок То есть он за что-то Переводил им деньги Даже приблизительно Понятно за что За что Ну там Всякие дома Какие-то Мы в Москве Покупали Мы входили долями Известные Сейчас Компании Не буду поэтому И вы так и ничего Не получили Нет Мы там Кое-что получили Кое-что Нет Много получили Но не все Где-то это застряло А соответственно До конца В общем-то Ты же не можешь Точно понимать сделку Никогда Но ты же зафиксировал Как директор Вот это Движение средств Где они осели В итоге Ну вот я Следующий И спрашиваю Говорю У вас есть какие-то Там ваши Там Возьмите Ваших звонарей Пусть они позвонят Вашему Этим Таким же Пусть они там Что-то это Ну то есть Ты считаешь Что это вообще Никак не связано С телевидением С ОРТ Что это вот Было связано С вашей компанией И с бизнес-интересами Ну я так Не просто считаю Я в этом Уверен на сто процентов Что ничего более глупого Потерпевшими Были все мы Потому что Ну подозрение Пало на всех Владеть каналом Это значит Владеть баблом То есть Хотели владельца Поменять Вы с этим Тоже согласились Конечно Все хотели Поменять Все переделать А что по поводу Версии с Лисовским Вы верите В это Или это все Если даже Он не сказал Нет Или промолчал То значит Наверное Тоже Был виноват Так или иначе Но Вы снимаете Конечно Снимаем Вы микрофон Кстати А ну да Я правильно Это сделаю Забавный В Перезорске Нас собрал Через День 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 Волговасе Здание Прямо рядом Я вот скажу Я точно Они хотели Вас Ну они как бы так Ну кто Возьмется Да Костя Ну ладно Я попробую Можете вспомнить Ту встречу Когда вам предложили Стать гендиректором Вот Игорь Угольников Вспоминал Что вначале Ему это предлагали Что была Некая общая встреча С Березовским Где был Угольников Николаев Вы соответственно Еще несколько человек Вот можете Это вспомнить Как это происходило Камеры выключите Выключите Обе камеры Выключите Пожалуйста Ребят Секунду Вторую камеру Выключите Ага Я в этой встрече Не принимал Участие Про которое Вы говорите Как-то без меня Вы вот В общем коллективе Никак Я в общем В общем коллективе Никто никаких Предложений не делал Так А как происходило Назначение Помните Как предложение И у меня Да мне Позвонил Один человек Имя которого Я не согласовываюсь С ним Называть не буду И сказал Могу ли я Завтра С ним встретиться С Березовским Я сказал С какой целью Потому что я был Безусловно Зол На Березовского Потому что В общем В значительной степени Благодаря его активностям Убили моего близкого друга Он сказал Ну он хочет с тобой поговорить Посоветоваться И он знает Что Ты писал Для Влада Какие-то документы По поводу Канал И мы приехали С этим человеком В дом приема Флаговаза В 8 утра Прошли в зал Березовский Сидел И ел Гречневую кашу С молоком Я не люблю Гречневую кашу С молоком Примерно Такое же отношение У него тут же Трансформировалось На Березовского Он стал Рассказывать Что он почитал План трансформации Что это очень любопытно Я посмотрел на него В общем С таким зоологическим Интересом Сказал Мне не любопытно С вами работать Он говорит Ну я же хочу Предлагаю Вам стать Директором канала Я сказал Знаете А я и не соглашался Быть замом Влада Потому что Я ухожу в кино Ну а с вами Я работать В войне не буду А он Почему Я говорю Ну потому что За вас погиб Мой друг И на этой встрече Был еще Человек Которого до этого Не знал Даже не слышал Был человек Такой Рыжеватый С усами Который Потом стал Моим близким Другом И звали его Бадри Патеркацешвили Он Когда Я вышел Он меня догнал В коридоре Сказал Можно твой телефон Спросить Могу тебе позвонить Ну Сказать Я так уже Нахамил Поэтому я Телефон Дал А вот И он Мне Стал В общем С регулярностью Какой-то Звонить Раз в неделю Куда-то Приглашал Разговаривать И В общем В результате К концу мая Он меня уговорил Вы сказали мне На встрече Что уже тогда Понимали К чему Все это телевидение Идет Не телевидение Я вдруг поняла Что вся эйфория По поводу Того Что мы будем жить В другой стране Даже не мы Наши дети Что есть какое-то Такое будущее Как из книжек Утопистов Что его не будет У меня было Четкое ощущение Что Вот это вот Это такая Блин Не знаю Сакральная жертва Что ли Не знаю что Ну вот Все Что жизнь другой Не будет Может у меня Собственный опыт Знаете Это тоже ведь Даже не собственный А это генетический опыт Ну так Собственно Ну Мы же никогда Не жили счастливо Ну вот кроме Этих нескольких лет Мы были Детьми Шестидесятников И поэтому Многое от своих родителей Перенимали Во всяком случае В отношении К действительности В отношении К друг другу В отношении К интеллекту В отношении Искреннего Истинного юмора Для нас Это было органично Почему тогда От вас Ваши дети Не переняли Что-то такое Чтобы сохранить Это Ну это Странно же Вот в этом-то И заключается Трагедия Нашего времени От нас дети А уже ничего Не переняли Того что Мы переняли У своих родителей Вы что были Плохими родителями Ну поколенчески Вероятно Ну серьезно Это интересное Объяснение Потому что Нельзя говорить За всех Я понимаю Но безусловно Телевидение изменилось То самое Романтическое Эпическое Телевидение Первопроходцем Которым был Влад И вместе с ним Все мы Действительно Было ощущение Что мы Входим В какую-то Новую Другую Эпоху Я говорила Сугольниковым Сейчас с тобой Разговариваю Почему Все эти люди Патриархи Того телевидения В итоге Остались Не удел С точки зрения Эфира И с точки зрения Телевидения Сегодня По-моему Это очевидно Хоронили Сережу Доренко Меня все Спрашивали Что я думаю Мы конечно Разные Все-таки С ним были Потому что Я не служил Березовскому Но Тем не менее Это была эпоха Где Человек мог Включить телевизор Посмотреть Любимов Одно говорит Доренко другое Сванидзе третье Света Сорокина Четвертое Женя Киселев Пятая И в общем Как-то Найти Свою картину Мир Лизскую себе И более того Хочу сказать Что в те годы Довольно неуспешно Работали Такие ведущие Как Дмитрий Киселев И Владимир Соловьев Которые теперь звезды Потому что на фоне Вот этого всего Их просто никто не замечал Что они были скучные Унылые Никому не нужны Какие-то урюки В условиях Когда нужна пропаганда Кто-то соглашается А кто-то нет Это про это Или про то Что в стране слепых Цикло будет королем Ну и про это тоже Конечно Просто мы не страна слепых Во-первых Есть все-таки интернет Во-вторых Мы-то все живые Все остались Мы хихикаем просто И не смотрим это все И как и большинство людей Сейчас же очень мало зрителей У телевидения У взглядовцев Совершенно разная судьба Потому что Как выяснилось Их объединяло Только время Время Настоящего Живого телевидения Влад Листьев Сегодня Если был бы жив Нашел бы свое место На российском телевидении Безусловно Я думаю Что Влад был директором Первого канала А я бы спокойно Снимал кино На масс-фильм Понятно Я думаю Что он пошел бы По пути Наибольшего сопротивления Там где Шансов Немного Риск Высок Но цена Тоже высока Вот туда бы он Наверное и пошел Возможно на телевидении Вы художник-реставратор Вот представьте Что есть некая Картина Влад Листьев На фоне своего времени Прошло 25 лет Картине Нужна реставрация Вот вы бы что Убрали А что бы добавили Вот чего не хватает Этой картине Сейчас Когда уже прошло 25 лет Возвращаемся к профессии Художник-реставратор Не может ничего Добавить к автору Что бы я проявила Да Смахивая пыль Улипку Только улипку Люди улыбаются Сейчас Может быть что-то меняется Потихоньку